всем 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 привет дорогие ух я понимаю люди которые составляют какие-то учения они меняют разную обстановку интерьер background и я хочу это тоже делать у нас правда сегодня был довольно такой серьезный дождь не получилось но молитесь пожалуйста я буду размышлять думать об этом смотреть как можно также как-то вот разнообразить интерьер вот к сожалению я не профессиональный интерьерщик есть профессиональные интерьерщики ну да ладно господь будет учить наставлять все равно я верю главное содержание слова содержание учения через которое некоторые получают благословение сегодня выдалось время опять думаю рассмотреть несколько темок рассмотреть несколько темок для кого это будет интересно вот знаете выбрал такую тему из 4 царств 2 глава и как и буду читать мы будем ну буду комментировать в то время как господь восхотел вознести илью в вихре на небо шел или я с елисеем из галгала то есть у бога всегда есть время для определенных духовных свершений для определенных духовных внедрений перемещений углублений высвобождений то есть чтобы бог не хотел делать у него на это есть свое время и вот господь он восхотел просто восхотел захотел у него появилось желание вознести восхитить своего пророка илью в вихре на небо в вихре на небо надо конечно отдельно поговорить о вихре о молнии огромные о землетрясение я думаю вроде бы мы это немножечко затрагивали но более конкретно надо рассмотреть этот вопрос то есть как господь вознес в конце концов илью на небо в вихре шел или я с елисеем из галгала и сказал или я елисею оставайся здесь ибо господь посылает меня в вифиль но елисей сказал жив господь и жива душа твоя не оставлю тебя и пошли они в вифиль то есть здесь рассматривая можно учить о многом можно учить о том как реагировал елисей на то что ему говорил или я почему он реагировал таким образом потому что это пророчески очень важно но сегодня я хочу сфокусировать наше внимание на четырех городах мы видим вообще когда вы будете изучать даже будете смотреть на жизнь самуила мы увидим что эти четыре города они как бы четыре пророческих города и или я циркулировал перемещался и как бы был проложен проложен маршрут пророческий маршрут который определенным образом соединял эти четыре города воедино если вы изучите также самуила в самуиле там добавляется еще один город мы не будем его сегодня разбирать рама и вы посмотрите что самуил он также перемещался по этому маршруту и даже елисей перемещался подобном маршруте что это за маршрут почему эти четыре города они так важны эти четыре составляющие так важны поэтому я назвал сегодня тему эту пророческий маршрут пророков и и мы видим здесь в самом начале в четвертом книге царств во второй главе что или я и или сей они шли из галгала конечно все можно изучать поверхностно все можно изучать всегда глубже поэтому если вы хотите глубже окунуться в это изучение материала много здесь нет никакой тайны здесь нет никакого секрета и я выбрал определенные определенную интерпретацию истолкование того что эти четыре города значат потому что для нас это важно для нас это важно галгал галгал что это за место то есть мы знаем что это были физические города и кстати в этих городах были пророческие школы где сыновья пророков обучались мы видим школы самуила где самуил является главенствующим пророком создает пророческие школы мы также видим что у или и были пророческие школы и мы также видим что елисей он как бы продолжает эту это пророческое движение и у него также являются эти пророческие школы они в разных местах были расположены и поэтому время от времени он совершал так называемый пророческий обход для того чтобы проводить сверхъестественное пророческое обучение поэтому отчасти это та причина почему эти города были взаимосвязаны они были так называемыми духовными центрами определенными конечно было больше больше городов где происходили определенные интересные вещи в Израиле конечно было больше городов где сверхъестественное происходило и вы можете просто сделать изучение этих городов сами и посмотреть эту картину но сегодня здесь мы рассматриваем четыре Галгал 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 это место обрезания место обрезания то есть что значит Галгал в духе это место обрезания имеем в виду духовного обрезания Иисус Иисус говорил об этом духовном обрезании что Господь всякую ветвь он обрезывает для чего для того чтобы она приносила больше плода если я хочу больше плода мне нужно пройти обрезание обрезание это может быть что-то единократным потому что водное крещение в Новом Завете в послании к Колоссянам связано с духовным обрезанием обрезанием Христовым но так же обрезание оно может быть и процессом и оно само себе само по себе прогрессивно обрезание это это не очень приятная процедура скажем прямо таки совсем неприятная процедура но которая была необходима мы знаем что обрезание это было знамение Завета знак Завета и мы знаем что обрезавалось и как это обрезавалось у мужчин но мы понимаем что обрезание это работа с характером мы понимаем что Бог хочет отрезать обрезать от нас отделить от нас то что не годно ему то что он не хочет видеть лестница Иакова это вихрь это вращающее поступательное движение вверх и я нахожусь на определенном витке этого жизненного процесса на предыдущем витке моего жизненного процесса были определенные вещи но на этом витке жизненного процесса Господа это не устраивает и он приводит меня в Галгал Галгал обрезание неприятно но нужно Бог использует свое слово как этот меч как этот нож для обрезания крайней плоти чего даже пророки уже в ветхом завете говорят крайней плоти сердца то есть обрезание совершается на сердце внутри человека словом Божьим помните слово Божье живое действенно слово Божье всегда очень острое оно как скальпель способное обрезать обрезается обрезается ненужное обрезается бесполезное обрезается то во что мы еще вкладываем свои силы свою энергию свое время и Бог не хочет чтобы мы это делали и он обрезает иногда эту сферу внутри внутри нас и соответственно это влияет на нашу жизнь для того чтобы его жизненная сила энергия которая приходит в нас и высвобождается в нас через Христа который есть жизнь которая есть энергия Божья который в нас для того чтобы мы высвобождали ее более продуктивно и эффективно чтобы плод возрастал чтобы мы больше приносили плода давайте рассмотрим думал не зачитывать ну думаю ну ладно зачитаю все же это место места все известные ясные конкретные это где Иисус говорит об этом конкретно это Иоанна 15 глава я есм истинная виноградная лоза отец мой винограды всякую у меня ветвь не приносящую плода он отсекает и всякую приносящую плод очищает как через обрезание чтобы более принесла плода вы уже очищены обрезаны через слово которое я проповедовал вам я никогда не был виноградарем я никогда ну иногда обрезал ветви да где-то просили поработать то есть такая практика была хотя я сильно об этом не разбираюсь но смотрите всякую ветвь не приносящую плода он просто отсекает но именно приносящую плод очищает чтобы еще более я принесла плода что-то иногда обрезается отсекается и оно сухое что-то здесь какой-то звук что тут за звук я не пойму что тут за звук ребята какой-то интересный звук был а что ж это был за звук такой это кто-то мне позвонил вот я кто-то мне позвонил ну такой интересный звук шафара есть сухие ветви их просто отсекают но есть ветви они живые по ним течет сок они приносят плод но все равно их нужно обрезывать чтобы приносили еще больше плода поэтому если я если вы подвергаемся мы обрезанию слава богу это значит что мы уже приносим определенный плод но господь хочет чтобы мы приносили еще больше плода и мы помним иисуса навина и мы помним как он обрезал мужеский пол и все эти обрезания стали холмом обрезания и обрезание было частью подготовки воинов в обетованной земле чтобы они обновились в завете с господом это духовная операция совершающая которую господь совершает своим словом которое в начале неприятно но потом она приносит огромные благословенные результаты после обрезания написано народ который был обрезан люди которые были обрезаны они болели они болели то есть эта процедура болезненная и перед тем как они выдвинулись вперед в книге Иисуса наверное почитаете они болели они не могли особо двигаться они не могли особо где-то что-то совершать поэтому очень часто во время голгала когда происходит обрезание некоторое время болеет человек я не говорю о физической болезни или немощи мы говорим о том что мы переживаем это внутри что это будет определенным образом переживаться внутри то есть это не будет иногда легко иногда будет определенный пересмотр иногда определенное такое даже оплакивание каких-то вещей которым мы просто говорим до свидания потому что бог их не хочет видеть жизни а мы настолько сжились с ними настолько соединились с ними что когда это все отрезано мы чувствуем неполноценными внутри мы чувствуем что что-то внутри нас ну чего-то не достает чего-то не хватает потому что вот мы скучаем по этим вещам то есть некоторое время мы каким-то определенным образом болеем но приходит выздоровление и мы готовы приносить больше плода и что Иисус Навин сказал он сказал я через обрезание с вас снялось египетское поношение определенное влияние Египта определенное влияние прошлого определенное влияние рабского человеческого демонического влияние угнетения давления контроля тирании манипуляции устрашения через обрезание оно снимается убирается отсекается и удаляется от нас поэтому нам нужно учиться видеть обрезание как что-то ценное драгоценное важное и нужное и нужно учиться принимать его с распростертыми объятиями и не жалеть об этом потому что плод результат этого больше плод не будет обрезания не будет большего плода можно застрять на месте можно зафиксироваться на месте ведь это первый город который упоминается в этой главе из которого идут Илья и Елисей вообще Галгал имеет огромное количество значений мы также знаем что колеса в книге и Иезекиля и придет время мы специфически будем говорить о колесах но в этот раз не будем но эти колеса они были названы Галгал или вихрь то есть это есть синодальный перевод то есть Галгал вихрь Галгал это также вихревое движение это циркулирующее движение что и представляет из себя колесо колесо это движение Божье оно олицетворяет и представляет из себя движение Божье поэтому Галгал если так можно выразиться это первая скорость да мы сели в машину потому что что-то впереди господь приготовил нам господь что-то приготовил Илье Елисея вот-вот вознесется в вихре и господь что-то приготовил Елисею милоть Ильи упала и произошла такая пророческая преемственность и она сошла на Елисея потом ну упала Елисей взял то есть мы это знаем то есть что-то важное для их обоих должно быть должно было быть иногда вот что-то важное господь готовит для нас но перед тем как мы это получим он начинает вести нас пророческим путем потому что пророческий путь это его путь это его пути здесь описаны как он вел этих пророков и Галгал это как первая скорость мы сели в машину включили и вот мы на пути к чему-то и вот Галгал это первая скорость приходит слово говорит слово господь и чоу обрезание происходит но обрезание высвобождает плод и высвобождает движение высвобождает нас в большее движение от господа то есть это высвобождает Галгал высвобождает нас в большую свободу в большее посвящение и обрезание может совершаться на нашей воле на наших чувствах эмоциях разум сердце в сфере в сфере желаний в сфере мотивов намерений сердечных вот здесь господь работает вот здесь Галгал работает но мы понимаем что движение Бог высвобождает изнутри движение не приходит извне во внутрь оно высвобождается изнутри во вне во внешне поэтому вот здесь господь заводит это движение высвобождает этот Галгал и через обрезание колесо начинает ускоряться начинает вращаться быстрее и быстрее амплитуда его возрастает скорость его раз возрастает и соответственно в Галгале мы активизируемся в духе активизируемся в духовную сферу духовная сфера тоже активизируется внутри нас и вокруг нас то есть все приходит в движение как я уже повторил есть и другие такие важные как бы примеры которые могут говорить о Галгале об этом можно даже целую книгу написать но на этом уроке мы рассмотрим самые основные самые такие ясные простые и четкие это был первый город я думал что одним уроком все закончится и мы быстро рассмотрим четыре города но когда мы начали смотреть когда мы начали рассматривать просто ну я верю полилось знаете и и уже смотрю уже 27 минут мы будем заканчивать сейчас и продолжим на следующем уроке